МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир СТВ продолжает новости. В студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. И начнем выпуск с главной мировой новости. Около 90 человек погибли и более тысячи получили ранения в Стамбуле и Анкаре. Минувшей ночью здесь провалилась попытка переворота, которая была предпринята турецкими военными. Около 7 часов утра по Минскому времени глава государства Эрдоган объявил о полном взятии под контроль ситуации в стране. Послание президента Турецкой республики направил глава белорусского государства. В нем выражаются слова поддержки и солидарности с легитимной властью этой страны. Итак, в ночь на субботу мятежники из рядов вооруженных сил захватили аэропорт в Стамбуле, телекомпанию и ряд административных зданий. После массового выхода протестующих на улицы в Анкаре и Стамбуле попытка переворота захлебнулась. Сейчас Турция постепенно приходит в себя после бессонной ночи. Хронологию событий и последние подробности нам готова сообщить моя коллега Валентина Железная. Из Турции она выходит на прямую связь со студией. Валентина, здравствуйте. Что же все это время происходило в стране? Здравствуйте, Ирина. Турция приходит в себя после ночных событий. Хотя я замечу, местные жители предпочитают не обсуждать вопросы большой политики. Они живут обычной жизнью и больше говорят, пожалуй, о погоде. Ну а если о конкретной информации, то последние новости такие. Военный переворот в Турции подавлен. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы генштаба Турции. Буквально пару часов тому он также прокомментировал число погибших во время военного переворота. Итак, число жертв составило 92 человека. Хотя, скорее всего, эта цифра будет расти. Так как многие находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Сейчас уже полностью восстановлены движения через Босфорский пролив. И власти Турции утверждают, что ситуация под полным контролем. Хотя отдельные очаги сопротивления в некоторых районах Анкары и Истамбула еще остаются. Ну а теперь к хронике событий. В начале 12-го ночи появляются первые сообщения о попытке военного переворота. Крупнейшие центры Турции начинают лихорадить. В эту ночь не спит вся страна. Армия, которая в Турции не подчиняется властям, выводит танки на улицы Стамбула и Анкары. Военные целенаправленно берут под контроль стратегические объекты. Колонны бронетехники подтягиваются к аэропорту Ататюрка в Стамбуле. Позже становится известно о блокировании пролива Босфор. Перестают работать социальные сети. Военные захватывают здания нескольких государственных телеканалов. Спустя некоторое время телевидение возобновляет вещание. Испуганный диктор читает в эфире написанный военными текст. На улицах Стамбула и Анкары звучат автоматные очереди. В полночь военные объявляют комендантский час. Тем не менее, несмотря на позднее время, граждане Турции покидают свои дома. Они выходят на улицы с протестами, блокируя тем временем передвижение военной техники. Уже к часу ночи известно о нескольких крупных взрывах в Стамбуле и Анкаре. Обстреляны генштабы и президентский дворец. Правительственный квартал атакует с воздухом. На здание парламента сброшена бомба. Законодатели прячутся в убежище. Появляются первые данные о жертвах. В списке погибших 42 человека. Спустя 10 минут количество увеличивается до 60. В 3 часа ночи воздушное пространство Турции полностью закрыто. Самолеты разворачиваются в воздухе. Тем не менее, примерно в это же время в Стамбуле совершают посадку самолет Эрдогана. Президент Турции делает заявление, уверяя, что будет со страной до конца. Это только малая часть турецкой армии. В стране есть правящая партия, которой власть вручила народу на всеобщих выборах. Есть также президент, избранный всенародным голосованием. Аллах желает, чтобы мы исполняли свой долг до конца. И силой нас из страны не изгнать никогда. Наши солдатики не направят оружие на своих граждан ни за что. Ведь это их отцы, матери, братья. Немало белорусских туристов сейчас отдыхают на курортах Турции. Я не скрою, люди были немного в панике. И хотя здесь все спокойно. Этим утром был запланирован вылет чартера из аэропорта Анталия в Минск. Однако рейс был отложен на 15 часов. Состоится он в назначенное время или нет, пока неизвестно. Стоит сказать, что за эту ночь сильно обесценилась национальная валюта. Сейчас она в свободном падении. И как страна дальше будет решать свои экономические и политические проблемы, сейчас, вероятно, не берется прогнозировать даже самый опытный политик. Тем не менее, ответы на эти и другие вопросы, я думаю, сегодня уже будут даны. Буквально через полчаса начнется экстренное заседание турецкого парламента. Разговор, конечно, будет непростым, но тем не менее. Впереди все подробности. К этому часу у меня вся информация о студии. Спасибо, Валентина. Я напомню, на прямой связи из Турции, где провалилась попытка военного переворота, была моя коллега Валентина Железная. Тем временем посольство нашей страны в Турции белорусский МИД рекомендует нашим гражданам до стабилизации обстановки в стране воздержаться от запланированных поездок в Турецкую Республику. Тем, кто в этот момент находится в стране в целях безопасности, нужно исключить посещение мест массового скопления. Горячая линия в посольстве Беларуси в Анкаре и Генеральном консульстве в Стамбуле работает в круглосуточном режиме. Номера телефонов вы сейчас видите на экране. Обращаться сюда можно по самым разнообразным вопросам. Изменения есть и в авиарасписании. Запланированный на раннее утро авиарейс из Минска в Анталию перенесен на вечер. Он задерживается примерно на 12 часов. Также задержан обратный рейс из Анталии в Минск. Турецкая авиакомпания и вовсе отменила рейс из Стамбула, который был запланирован на сегодня. Это несмотря на то, что международный аэропорт в Стамбуле возобновил свою работу в полном объеме уже несколько часов назад. Также сегодня из Минска не будет осуществлен рейс в столицу Турции. Мы следим за развитием событий в Турции. Новая информация в следующих выпусках новостей. И к событиям в Беларуси. Итоги вступительной кампании подвели сегодня в Институте пограничной службы. Его студентами с сентября станут 105 абитуриентов. При этом на зачисление претендовали больше трех сотен. К слову, самый большой конкурс развернулся среди девушек. В этом году впервые в Институт зачислили представительность прекрасного пола. Всего 20 человек. Очень довольна. Это невероятное ощущение. И мой папа был пограничником. И я решила пойти по его стопам. Я очень рад, что поступил. И надеюсь, что смогу принести пользу для нашей Родины. Битюкс продолжает жить в ритме фестиваля. Накануне поздно вечером были вручены специальные дипломы Постоянного комитета Союзного государства. Награждение лауреатов состоялось в летнем амфитеатре. Дипломы и призы получили Ольга Кормухина, Руслана Лехно, Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова, а также директор Славянского базара Александр Сидоренко. Затем состоялся праздничный концерт. Фестиваль развивается в ногу со временем. Появилось очень много интересных исполнителей, молодых, талантливых. Самое главное, что не меняется, это публика. У вас потрясающая публика. Она остается такой же гармоничной, веселой. Такова информация на этот час. Следующий выпуск в 16.30. И я прощаюсь с вами до этого времени. Субтитры создавал DimaTorzok